Глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил архипастерский визит в Бухарское Благочине. Владыку ждали в городах Учкудук, Заравшан и Новои. В день памяти святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского и святого великомученика Иоанна Нового Сачавского, Владыка Викентий совершил божественную литургию в Храме Всех Святых в земле русской просеявших в городе Учкудуке. По окончании литургии митрополит Викентий обратился к молящимся с архипастерским словом, поздравив всех с праздником Пятидесятницы и днем сошествия на апостола Святого Духа. А в Заравшане в эти дни состоялось важное для всей Ташкентской епархии событие. В Храме святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского, был совершен чин великого освящения. При безречении мощных весов прогонения, Частью чина освящения Дома Божия является крестный ход с частицами мощей святых угодников, которые затем полагаются в основании престола. Затем на новоосвященном престоле была совершена божественная литургия. А после этого Владыка Викентий обратился к молящимся с архипастерским словом, отметив важность освящения храма. Как мы слышали, если на последовании этого освящения, что этот храм полон благодати Божьей, полон славы Божьей, полон света Божественной Божьей. За литургией на малом входе митрополит Викентий наградил настоятеля храма отца Артемия правом ношения на перстного креста. Богослужениями в новои митрополит Викентий завершил визит в Бухарское благочение. В храме преподобного Сергия Игумена Радонежского Владыка Викентий совершил Божественную Литургию. В своей проповеди к прихожанам в этот день архипастер рассказал о спасительном для каждого человека подвиге Христа, который перенес страшную позорную смерть на кресте. Этим он показал, что только смирением и любовью можно победить зло. В основе вот этого его подвига – это его смирение. Бог смирен. Мы – Божьи дети, Божьи друзья, Божьи творения горды. Казалось бы, несовместим. Бог смиренный, а мы горды. Вот нам нужно с вами потрудиться в том направлении, чтобы уподобиться Богу, быть подобным Богу. Смиренный, кроткий, терпеливый и непротивящий злу. И вот нам нужно с вами, дорогие братья и сестры, почаще смотреть на вот этот образ Христа Спасителя. Почаще. И почаще к нему прикладываться. Потому что это есть всемирная жертва, которая понес Христос за наши грехи. И показала нам пример, каким мы должны быть.